Сегодня будем рисовать пушистого рыжего персидского кота. Начинаю с определения границ рисунка слева, справа, а также сверху. Нижнюю границу поднимаю выше, чтобы там потом поместился хвост. В результате должен получиться вот такой прямоугольник. Внутри него по диагонали намечаю овал. Это заготовка для тела кота. Чтобы найти размер головы, всю длину овала делю пополам. И еще раз пополам делю верхнюю половинку. Вот здесь в верхней части теперь можно наметить голову. Она, как и на нижнем фото, будет немного наклонена вправо. Дальше, ориентируясь по фотографии, прорисовываю на базе своего овала более точный силуэт тела. Где-то нужно будет к нему что-то добавить, а где-то наоборот убрать. Вот такое получилось тело. Теперь добавлю еще заднюю лапу и хвост. Его направление и изгиб сначала намечаю одной линией, как идет позвоночник. А потом по бокам добавляю объем. Хвост должен быть очень пушистым. Сидеть кот будет на мягкой подушке. Теперь прорисую голову. Намечаю под небольшим наклоном линию симметрии, а посередине ее пройдет линия глаз. Размер глаза нужно подгадать таким образом, чтобы между глазами могли поместиться примерно полтора таких же глаза, а по бокам примерно по два. Обвожу глаза кружочками и добавляю маленький внутренний уголок. Нос у этой породы очень короткий и маленький и находится совсем рядом с уровнем глаз. Так же намечаю складку перехода между носом и лбом и ниже добавляю щеки, рот и подбородок. Уши у этого кота небольшие и своей формой они придают всей голове такой квадратный силуэт. Обвожу рисунок тонким линьером. Контур делаю не сплошным, а отдельными штрихами, чтобы показать длинную шерсть. Музыка 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 Такому важному коту хочется добавить на шею еще бабочку. Убираю простой карандаш и можно переходить к раскрашиванию. Оттенки понадобятся такие, светло-телесный, оранжево-золотистый, два коричневых, более светлый и потемнее, бледно-розовый, темно-красный, ярко-синий и темно-синий, три постепенно утемняющихся серых и черный. Для начала закрашиваю оранжевым глаза, а бледно-розовым нос, рот и внутреннюю часть ушей. Светло-телесным заливаю те участки меха, которые хочу оставить более светлыми. У меня, например, это будет обводка вокруг глаз, подбородок, грудь, кончики лап и хвоста. Все оставшееся пространство заливаю более светлым коричневым. Штрихи стараюсь накладывать везде в направлении роста шерсти. Продолжение следует... По границам со светлыми участками прохожу опять светло-телесным, чтобы смягчить переход. При помощи первых двух серых легкими штрихами добавляю на светлые участки текстуру шерсти, а также утемняю внутреннюю часть ушей и добавляю тень под бабочкой. Более темным коричневым прорисовываю тень под верхним веком и добавляю складки на морде, тени и текстуру шерсти на более темных участках меха. Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху теперь можно все протонировать оранжевым-золотистым, чтобы придать шерсти более яркий оттенок. Продолжение следует... По границам со светлым можно для плавности пройти еще раз телесным. Пока заливка на шерсти подсыхает, закрашу равномерно бабочку и подушку. Продолжение следует... Продолжение следует... А пьем бабочки придаю при помощи третьего серого. А на подушку с его помощью добавляю упадающую от кота тень и пятнами имитирую бархатистую поверхность. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше опять слой базовой заливки. А темно-синим сверху углубляю тени. Черным добавляю в глаза зрачки. Поверх высохшей заливки на шерсти можно пройти еще раз для более четких деталей и дополнительного углубления теней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внизу под подушкой добавляю падающую тень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если есть блендер, верхнюю поверхность подушки можно высветлить, чтобы была разница с ее нижней поверхностью, на которую света попадает меньше. Продолжение следует... Рисунок уже почти готов. Осталось добавить финальные штрихи линером и белой ручкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и готовая работа! Ставьте лайк, если хотите нарисовать следующую кошачью породу. Как только это видео наберет 500 лайков, мы нарисуем кота породы Сфинкс. Рисуйте свои работы по этому уроку и выкладывайте их в инстаграм с моим хэштегом. Первые 15 ваших работ я добавлю в одно из следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok